СДЕЛАНО В ВЕТКИ Мы сегодня будем говорить о дате, вернее мы будем отталкиваться от этой даты, которую празднуют огромное количество жителей нашего города и региона и страны в целом. Это день работников торговли в нашей стране, он будет отмечаться на следующей неделе, 22 числа. И мы сегодня хотим такой исторический экскурс совершить несколько десятилетий назад. Мы договорились, что о послевоенном времени уже будем говорить, как жил наш город в этом отношении. Ведь сейчас, по большому счету, очень трудно себе представить в наше время такое, когда предложение товаров, услуг просто громаднейшее и практически все можно приобрести. Если нет этого в наличии на витринах, то, пожалуйста, интернет, заходи. Много лет назад даже такое слово, как что-то покупка, купить, оно не использовалось или редко использовалось. Был другой термин – достать. Отжать, достать. Отжать, достать, да. В общем, грядущему дню работников торговли в нашей стране посвящается. Мы сегодня в том числе и будем говорить о советском дефиците. Давайте-ка вспомним эти времена. И хорошее дело – торговля. Одноклассница у меня, ончила в свое время, вот я все забываю до сих пор. То ли Одесса и техникум, советской торговли, то ли Советской техникум, Одесса и торговли. Но, по-моему, все-таки первый вариант. Вот знаете… Вот такое явление, как советская торговля. Давайте какие-то принципы пройдем. По каким она принципам строилась? Которые были связаны с торговлей и получили дипломы советского времени. Но потом вот просто не смогли устроиться, потому что все образование советской торговли сводилось. Это что-то получить, разделить и распределить. Кто-то просто там напомнил, что у меня диплом торговый, ну вот и пошел в бизнес. А остальные, вот да мы что, вот нас учили. Действительно все распределялось и куда-то, скажем так, порой исчезало. Ну а дефицит чуть позже. Сейчас просто пройдемся по магазинам того времени. Такой у нас будет небольшой исторический экскурс. Небольшое путешествие по времени. Просто, наверное, всем будет приятно. Хотя, может быть, не такой был сервис. Но, тем не менее, те магазины, это больше все и походили на какой-то там храм, чем на товарный склад. Вот это выглядит сейчас. Но, тем не менее, все помнят советские гастрономы. Самые значимые из них, большие, это 32-й, а те в центральной гостинице. Вот здесь на театрал, на углу Сенгельса были. Вот о дефиците мы чуть позже. Но купить, конечно, было что. Но вот само устройство, оно до сих пор меня удивляет. Если ты сейчас ходишь... Нечеловечное. Ходишь, бродишь с корзинкой, то тогда надо было выстоять минимум три очереди. Особенно после работы, когда был час пик, это было очень неудобно. Вот идешь в колбасный отдел и говоришь там, мне 200 грамм колбасы, там, 3 рубля с чем-то. А я вот всегда забывал, и надо было мне... Я просил записывать на бумажку. Потом идешь там, масло, молоко какое-то. Список покупок у меня не забывал. И в итоге, да, ты отстоял там пять очередей, у тебя список только из цифры. И ты стоишь в кассу. Касса, это была отдельная будочка. Там же сидит сир, вот надо было в эту кассу все пробить, и потом снова ползти этим же прилавком, где тебе... Там уже стояла вторая очередь. Люди нервные, они говорили, нет, у вас тут не стояло. И в лучшем случае ты просто через головы там люди тянут чайки, а у этой продавщицы на прилавке лежат это сыр, там колбаса нарезанная ломтиками. И на каждая цена, и вот она смотрит на чайки, через головы по очереди дает. То есть замотанные продавцы, замотанные покупатели, но тем не менее стоило выйти. Особенно вот в молочных отделах, там я помню, когда со страшным грохотом тянули эти железные ящики с бутылками. Да, были, было и разливное молоко, ходили с бидончиками, и за сметаной. Вот даже было разливное подсолнечное масло когда-то. Но тем не менее, вот все изначально это было, потом стало поменьше, потом стало вообще ничего, а потом уже появилось, но все другое. Вот так и в магазинах промтоварных. Теоретически все было. Вот, может быть, совсем прилавки опустили, это уже ближе к перестройке, но, понимаете, вот было, висели рядами и стройными клонами советское пальто. Или, правильнее бы я назвал, говорят на ряд, эпольты. Вот они висели, они были добротные, они были драповые, все. Но это был такой позавчерашний день, что вот я не знаю, куда их списывали, куда их отдавали, их просто невозможно было носить и покупать. И вот подобные же товары. Если что-то, тогда говорили, выбрасывали, то, естественно, сразу же был ажиотаж. Выбрасывали в смысле, где-то это лежало? Выбрасывали, это называлось, появилась продажа. Выбросили, выбросили. Определенную партию в определенном количестве. Да, был такой термин во времена дефицита. Вообще, вот я замечу, что тема очень сложная в том плане, что сейчас наиболее яростные полемии и в интернете. Они вот именно на эту тему. То есть... Объекта полемики какой? Дефицит в СССР. И опять, что это... То есть, одна часть считает, что это очернение, что это было искусственно создано в перестройку пятой колонной и т.д. и т.п. А другая вот часть людей, которая жила, особенно те, которые жили в эпоху СССР, они говорят, ну, ведь было, ведь никуда не деться. Ну, вот не будем вдаваться причиной, не будем вдаваться в это, а просто опишем ситуацию. А ситуация такая... Вот в школу я пошел в 1965 году. Тогда, вот перед этим годом смещали Хрущева. Тогда были перебои с хлебом. Тогда была вареная уруза, это дежурное блюдо на столе. Был урузный хлеб, в общем, были перебои. Никита Сергеевич подарил. Было повышение цен. Все помнят, в 1963 год это восстание в Новочеркасс. Из-за повышения цены и прочего. Их восстаний было множество. Просто не все закончилось тренично. Но, в принципе, к 1965 году это все при Брежневе наладилось, стабилизировалось и пошло. Вот у нас моя одноклассница, она была дочка известного вязкого писателя. А у того писателя была ино-камера, что, в принципе, уже дефицит по тому времени. И вот он нас снимал с первого класса. И у нас такой многосерийный фильм с первого по десятого класса. И вот недавно, ну не так давно, я просматривал, что я заметил. Первые 60-е годы, все это и яркие, все это и цветные, все в итайских шубках, в каких-то шапочках. В китайских? Ну да. Прямо еще русские с итайцем были братья. В дружеской нового года, КНР также. В китайские были в хорошем смысле, добротные товары. И в 70-м все это уходило, уходило, уходило. И потом такое унылое время уже, когда все в одинаковых баллоневых черных урточках, в каких-то роличьих или искусственных шапках с этими, казалось нам, стильными длинными стрижками. В общем, какой-то серости. Ну причина одна, конечно, что и не новость эта, о вооружении, падение цен на нефть приводило. Но тогда это не афишировалось, тогда не было урса их-то там цен на нефть и прочее. А так вот ухудшение было, в принципе, заметно. Но если до 75-го года, до периода окончания школы, это еще все было. Вот можно было прийти в магазин, и тебе бы порезали сыр какой-то, пусть там два сорта было, колбасы там какой-то с жиром, вот, чего-то еще. Ушел я в армию, пришел я в 78-м году. Ну вот тогда-то, пожалуй, и все и началось. То есть уже значительный был уход. Или все закончилось? Я был просто ошарашен. То есть я уезжал из одной страны в 76-м году, а пришел в совершенно другую. Напротив нас был магазин. Вы служили? 70-го. Это еще никакая не перестрой. Нет, вы говорите, вы уезжали из страны, уезжали из города, в смысле, наверное. Да, я служил далеко, в Забайкалье, на границе. То есть уезжали из города и вернулись уже в совершенно другой город. Но там же мы жили изолированно, на дальней заставе. Вот я приехал в другую страну. Я замечу, что это не Горбачев, не перестрой. Это наш дорогой Леонид Ильич. В самом рассвете сил. Еще даже не застой. Но магазин «Звездочка», а то помнит, напротив моего дома, на Атербском проспекту. «Звездочка», ну, рядом с гостиницей. С утра, и там еще был обед у гастрономов. И, к примеру, два часа обед заканчивался. С утра и после обеда, перед входом в магазин, выстраивалась огромная длиннючая очередь. Из бабы, пенсионера, там редкие мужики, там студенты были. А выстраивалось зачем? Да не зачем. А вдруг что-нибудь выбросят. Вот, опять же, это термин. И когда открывали двери, то толпа просто там хаотично туда ломалась. Там топтали слабых, распихивали. И все бежали. А вдруг пельмени, а вдруг атлеты. Надо успеть забежать, хапнуть. И этот сценарий был каждый день. Выбрасываем это каждый день? Или не каждый? Да не каждый, там не знали. Может, кто-то имел информацию, что выбросят. Но слухи ходили. Вот так, дефицит и дефицит. И даже в остальных отраслях то же самое. Вот был такой магазин Домрадио, вместо которого сейчас, к сожалению, опять магазин склад с якобы продуктами образовался. И мы ходили, там был, конечно, отдел, пластин. И тоже было все в дефиците. Но вот запомнилось, что телевизоры цветные, тогда еще они были не очень доступны. Но выбрасывали, стояла очередь из ветеранов войны. Вот кончились хорошие телевизоры. Не помню сейчас. И Рубин, остались темпы, вот эти ветераны, размахивая Орыч, имя кабинета директора, ОР, МАТ. И, значит, и это пенсионеры чуть ли не порожи друг другу. Такие картины не слишком такие приглядные. Да, то есть принимали разные формы вот это дело. Но вот, например, не было мебели. Вот странно, что у нас было столько мебельных фабрик, а мебели не было. Не было шин на автомобиле. Шинный завод работал в три смены. Ударные комсомольские бригады перевыполняли план там на 200-300 процентов. Трубы дымили, окна светились. Сейчас завод шинный работает, ну, дай бог, в одну смену. Ну, шинный вся их там где-то. А тут, ну, невозможно было упить, поэтому даже были не шиномонтажи, а доставали, это уже другое. Все что-то доставали. Но был другой вопрос, что не было шиномонтажей, а были-то и у нас пункты, куда можно было сдать лысую резину, и тебе на нее наваривали новый протеатор. То есть это было все грубо, он отслаивался, сбалансировать всю эту фигню. Тяжело очень было. Было нельзя, но, тем не менее, вот это делали. А даже был период, что шины вписывали в тех паспорт, и ГАИшник мог остановить автомобиль, поинтересоваться, откуда у вас товарищ новый лес, а если запись, что вы упили, они сняли где-нибудь в соседнем дворе. Но бывало ведь снимали, кстати. Да, снимали. Это же, опять же, гримасы дефицита, то есть, когда ничего не было, амуляторы, шины, все-все-все. Папа, а что-то? Ой, багги. А, ну ты знаешь, машина без дверей, без стекол, без рыши. А, знаю, сосед вчера жигули, упил, поставил, утром просыпается в багги. Да, и то же самое с мебелью, очень запомнилась такая история. Вот я уже был солидный женатый человек, но это была средина 80-х. И приятель у меня, видимо, позвонил, теща у него была промырливая женщина, она сказала, что выбросили мебель, утром будут давать в магазине уют, а был еще старый уют, налепся вот за бывшим же автолюбителем, надо ехать. И представляете, это был такой ноябрь, холодный месяц, смела по ледовому асфальту позем. Дыхание из зимы уже, да. А у приятеля был такой автомобиль запорожец голубого цвета. И вот мы были в большом выигрыше, что мы ночью, это мы с вечера приехали к этому магазину уют, там была очередь «Мама, не горюй». И мы записали номера, и это, но мы были одни из первых. И вот люди стояли, герой, и кто-то уходил, кто-то там, может, грелся в подъезде, чем-то там, имея с собой запас. А мы с понтом заводили этот запорожец, там печь, она с ревом взлетающего истребителя работала на всю эту улицу. Лепс, и мы грелись, ходили вот до утра. И нам, помню, достались эти несчастные, убогие, совершенно беспонтовые уханные шкафчики, но вот не производство фабрики и вересники. Но вы же в слепую ехали, вы не знали, что именно там? Нет, знали, знали, что уханная мебель, потому что разведанная, вот все. Мы, выстояв всю ночь до утра в очереди, в 10 или в 11 начал работать магазин, бессонная ночь, сидение, значит, в Запорожеце нам досталось. И мы несколькими рейсами там в этой же Запорожеце перевозили, вначале мне, а потом ему. Вот, а пока мы перевозили, наблюдали битву, что закончилось, товар закончился, там, как, завезли 20 амплиатов, выдали 12, там, шум, гам, народ пошел на штурм этого магазина, уют. Директор забарридировалась, а там, интересно, у них была система, что-то и железные решетки почти тюремные были. Вот они стали гнуться под напором толпы, вышла какая-то там женщина в халате, начала кричать, что это бронь область полкома, видимо, мебель, какая, давайте. Поэтому под напором дали еще там пару амплиатов. Милицию вызвали администрацию. Да вызывали, но тут чего. Это вот, с одной стороны, что экономика не могла себе позволить по-разному, ну, не будем даваться, это нам не хватит. Да, с другой стороны, все равно вот это народное недовольство. Оно было и было. Вот, куда они, вот, в принципе, сейчас, говорят, у всех все было, ну, ну, что было. Ну, курицы это были, ну, там, консервы, все, но это приходилось доставать. Слушайте, а вопрос, Евгений Альбертович, да, простите, вопрос сбережений, да, вот звонит там знакомый, не знаю, родственник, говорит, завтра будут выбрасывать, надо. В наше время мы говорим, когда нам что-то предлагают купить, там денег нет, к сожалению. А что, деньги были, наверное, на все эти вещи? Да, деньги были. Были? Деньги были, даже при зарплате, при зарплате, там, 100, 150, 200 рублей, в принципе, сейчас вот обратная ситуация, все есть, ну, относительно все. Да, 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 я там их веду, да. То есть, это не так, а тогда деньги были, но упить на них, вот особенно уже к концу 80-х было абсолютно нечего. Или можно было упить, которые сейчас называются бизнесмены, тогда называли спекулянты. Вот почему у нас, вот, ну, не все 80-е годы взять, 70-е, наверное, конец 60-х, да, и начало 90-х, субботу и воскресенье, почему у нас невозможно было уехать в сторону Новаяцка? Ну, потому что там... Это одна из версий, да? Да, эта толкучка, ну, версия имеет быть заслуженной, но вот эта толкучка, она жила и процветала. Там, в принципе, можно было и кое-что прикупить, и обувь, и джинсы, и бижутерию, и эсметику, но, конечно, уже по двойной и тройной цене. Кто-то на этом наживался. Я учился в институте, был у нас ряд студентов, которые просто вот баражировали под сумму постоянно. И если, опять же, выбрасывали обувь, ой, это там, чехословац, ой, там, или вот были... Информацию передавали. То они выстроились в очередь, брали, 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 брали коробками все размеры, а потом тут же ехали в эти чужие и перепродавали. Вот там... С серьезной наценкой? Ну, действительно, но там было интересно, потому что вот действительно много было разнообразных и хороших вещей. Ну, зарабатывали ты серьезно на этой перепродаже? Ну, да, это отдельная тема. Кстати, вот не мог найти ни одной фотографии этого рынка. Сейчас уже, конечно, застроили там разные новые солнечные берега, там и что-то, и уже нету этой площадки. Но вот нет ни одной фотографии, был бы признателен радиослушателям, если для истории, вот, а хотя бы, может быть, фотография вот этой торговли на нашем знаменитом толщине в Чижах. И были рынки, в принципе, во всех городах, там, Воронежск и Петак, Воспеты, еще группа Сеатергаза и в Минск, тоже созвучно было Чижов, а у нас Чижи, там, меня удивило. Вот, в принципе, но тоже и не следует думать, что если не было в магазинах, там, к примеру, мяса, вот, не было там чего-то, это можно было упить на рынок. Ну, теоретически можно было, но, во-первых, были и другие цены, а, во-вторых, там, если даже погуглить, то вот система алхозов, там, ой, мизерный процент можно было продавать налево, и система потребопераций, то есть, там, вряд ли вы что-то могли найти хорошее. Хотя, вот, крестьяне вынуждены были продавать, не потребляя самим, вот, имея, там, до 70-го года мизерабельные зарплаты, не имея паспортов, продавали, продавали, этим поддерживали. А когда такое явление, как очередь возникло? Очередь на какой-то товар? Нет, я имею в виду, ты записываешься в очередь, ну, где-то там, там, где работаешь. Ну, очереди, наверное, возникли, ну, если в 17-м году очереди за хлебом были в Петрограде, там, наверное, тоже писали, но у нас... С тех пор... В 30-е годы был знаменитый академий лингвист Виноградов у нас вят, и в ссыл, и вот жил он на Орла Маркоса, и милицейс, и в деревянном доме... Это недалеко от центрального рынка. Ну, вот он описывал, что в Стахановских очередях за ситцем люди стояли сутками, сутками там, это Стахановские, то есть перед... А в обычной очереди там вообще вот стояли неделями, и были случаи, говорят, смертоубийства, и очереди были... Перед войной все было в очереди, в общем-то, и по распределению, там, даже элементарные продукты, мука и прочее, прочее. Вот такое явление, очередь, конечно, оно вот стало возникать, ну, может быть, был такой относительно благоприятный период, это вот я описываю с 65-го по 75-е, а потом уже стало пропадать то одно, то другое, вот начиная с 78-го года, и очереди, конечно... Во-первых, за товарами, вот это имя, которое не повседневного спроса, вот телевизоры, и это там хорошее холодильник, хорошая мебель, вот самоорганизация населения, сейчас уже не представить, это писали номер на ладошь, и были переклички раз там в час или раз в два часа, были активисты, и это обычно горластые тетки, и очереди. Так вот, перебои, они непредсказуемы, вот, например, в том же 78-м году пропало мыло внезапно. В 78-м? Ну, да, и были... Мыло вот раз внезапно исчезло, и... Во всем городе? Да, во всем городе. Из всех магазинов, промотоварных, хозяйственных? Стиральный порошок, вот так же все, то есть не было мыла и моющих средств, потом, видимо, это решали, но, в общем, вот такой был дефицит, потом исчезало там масло сливочное, там еще что-то, вот, потом уже стали тороптать, и ближе к середине 80-х в местных газетах даже начались расследования с вопросами, а почему, вот, куда девается, вот, почему мы на мясокомбинате, он работает в две смены, до обеда забивают там ров, а после обеда свиней, там мясо немерено, куда, или курицы, вот, птицы все выходят. Сейчас они не знают, сколько было, и вот, и все, вот одевается, на что там начала просачиваться информация, что, вот, да, вот, знаете, мы кормим индустриальные районы, типа Урала, там, да еще Москву и Петербург, но это уже не устраивало, и народ, чем уровень жизни, чем больше падал, тем больше начинались роптания, и пик они достигли в перестройке, вот, я помню, еще при СССР в 91-м году знаменитые митинги, протесты собирались на стадионе, вот, на проспекте, возле машиностроителей, машиностроителей, выходил Осминин, первый секретарь обкум, он кричал, вот, сахара не было, пропал сахар, и вот, обкум партии распределяет по всем районам, каждый вагон сахара делим там на районы, чтобы хоть там кому-то, хоть по, там, по полгода этого сахара выдать, и кричали из толпы, позор, позор, ну, действительно, позор, ну, вот, то, что там говорят, пятая колонная, это, в масштабах, это трудно представить, но вот сахар действительно где-то в районе, в их-то хозяйствах не могли вывести, а в целом по России не было, пропадало, вот, вот, это же еще до сухого закона, это тоже вот, ой-то, до Горбачевского, да, сухого закона, дефицит, да, все дефицит, у меня дядя был, в принципе, убежденный иммунист, он был завдомом политпросвета, он преподавал, там, научный иммунизм, позже философию, вот, с ним мы очень сильно сталкивались по этому поводу, единственный раз он проговорил, он приперт был стене, и дефицит жилья, почему в стране был дефицит жилья, почему было, там, 50 лет советской власти, 60 лет, а жилье давали 10 лет, 15 лет ждали, ютились по коммуналам, по подвалам, все это, ну, вот, это было искусственно создано, и он крутился, он вынужден был признать, что да, это было искусственно, это были вопросы экономии, и чтобы, если человек приехал из деревни, его надо было закрепить на заводе, а через 10 лет, когда он получит жилье, да, там были стимулы, чтобы он не пьянствовал, не попадал в отрезвитель, иначе в очереди его могли понизить на жилье, а через 10 лет он получал жилье, ему уже ничего не надо было, кроме этого завода, его все устраивало, вот, с другой стороны, наверное, дефицит, это тоже был, это система регулирования общества, но в целом он и привел к распаду, в том числе, в том числе, один из факторов. Нам нужно сейчас сделать небольшую рекламную паузу, я напомню, что мы беседуем о торговле в советские годы в нашем городе, Евгений Питунин, историк-краевед, руководитель музея ВИАДГУ, мы продолжим через минуту. Да, с трудом, конечно, молодые поколения воспринимают эти термины, купить, вернее, достать, а не купить, отжать и так далее. Ну, я так понимаю, знакомства, связи, родственные, личные, с работниками торговли, это было прям, ну, на вес золота. Конечно, работник торговли, это королева по тем временам. Королева именно, да? Королева. Большая тетя. С одной стороны, вот знаете, в обществе, ой, это было, ой, слегка презрительное отношение, типа, ой, торгаши. А с другой стороны, все стремились обзавестись знакомствами в торговле, и попасть в магазин было нелегко. Вот, та же одна знакомая рассказывала, после школы хотела поступать, но была там спортсмен, амсомол, активист, то ее там, амсомольские линии направили в амсомольскую бригаду в овощной магазин на улице Амсомольской. Тогда построили девятиэтаж, и был, и туда попасть было непросто, туда набирали лучших, потом она, конечно, получила. Это вы имеете в виду, вот, четыре дома, которые сейчас под дымку раскрасили. То есть туда вот направляли в торговлю, достойных из достойных. Ну, не в каждый магазин, конечно, но и в другой по блату попадали. А так, всякими разными способами пытались, конечно, навести антакты, потому что все можно было достать. Вот я помню, ну, к примеру, у меня родительница, а то она была скромной, преподаватель иностранных языков в ВУЗе. Но плюс был в том, что многие работники и торговли получали образование, им надо было контрольные работы там по английскому, немецкому. Поэтому это в определенной степени выручало, да, и... Выгода была конкретная. Как-то что-то, да, там могли, конечно, найти, достать, ну, по мелочам, но, тем не менее, когда особенно маразм сгустился и стали выдавать в Ирове на два талона, там, полкило вареной и 300 грамм копченой колбасы на месяц. Там вот, оль, это масло, оль, это сахар, оль, это вот все это регламентировалось, там пропадала сметана, там и прочее. И вот были, и это и по другим причинам связи, вот я даже помню, что и с директорами там их-то магазинов, тем не менее. Да, это у всех было, в принципе. А были случаи, были случаи, когда в отношении руководителей, представителей торговли возбуждались дела за расхищение, там еще что-то? У нас, я не помню, пришла партия такая. Конечно, БХСС работал, БХСС боялись, тогда же не было такой тотальной. Отдел по борьбе с хищением социалистической собственности, да? Да, и БХСС, ну, конечно, элементы там румпированности были везде и во все времена, но масштабов не было, боялись БХСС. Я не помню, чтобы у нас это были грандиозные дела по хищениям в торговле, вот была история в Елисеевском гастрономии, там, когда быстро расстреляли там Соколовского, по-моему. Не помню, чтобы там нить не тянулось, но и, в общем-то, моя бабушка в войну работала начальником управления продтовары войну. Вот, представьте, да, где-то, говорят, в блокадном Ленинграде, там, наживали спекулянты, все, она каждый день боялась, что в каком-то магазине не хватит хлеба по талонам, ее возьмут и посадят завтра. Для нее это, видимо, весь вот этот арточный и военный, послевоенный период, это каждый день был огромный стресс, вот, и ничего она, конечно, их привилегий на этом посту не имела, но, тем не менее, вот, были люди разные совершенно в торговле. Конечно, все доели там, жаловались представители торговли, там, кто угодно, там была огромная структура проверяющих, это санэпидемстанция, пожарный надзор, там, это, 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 они, естественно, все тоже отоваривались. Да и сама торговля привыкла, вот, есть замечательная статья одного блогера, история, он устроился в гастроном, груши, еще бытность, вот, перестроечное время, перед перестроечной, когда торговля привыкла распределять дефицит, вот, по таким знакомым людям, по кому-то, а тут внезапно завезли мандаринов, столь, что там, мама, вот, были все солоды забиты. И вот первый день раздали, там, нужным людям из обкома, обусполкома, там, пожарным этим, санврачам, там, этим, этим, мандаринов не убывает, раздали, там, этим, этим, там, помельче рангом уже, потом всяким этим шоферам, экспедиторам, еще кому-то, еще, там, еще целая очередь, ну, как, вот, а, это дефицит перед Новым годом, люди стоять должны, там, какую-то часть, это выбросить простым гражданам, начали еще кому-то, и в итоге все эти мандарины просто потерялись. Там, там, образовалось целое, о, это, озеро в подвале из происшего мандаринового сока, ну, были-то, и, может быть, это и преувеличено, но, тем не менее, это и фаты были. Ну, вот, честно говоря, надо посмотреть, ну, это их, вот, я дел, связанных, снимали, конечно, убирали, там, заразные провинности, чего-то было, о, это шевеление, вот, но... Но, в целом, система не менялась. Ну, вот, самый дефицит, конечно, уже, наверное, не в радость было работникам торговли, это уже в 90-е годы, это самый конец 80-х, это, да, уже без наталонов, все-все-все по талонам, и когда пропадало все, например, пропал чай, ну, вот, не было чая, вот, представьте, там, ну, нигде нет. Я помню это. Их фабрики по производству табора Аза рыли на ремонт одновременно, и были перебои с табором, люди стояли у релища, и зависимые у релища, и надо было у релища, они стояли в очередях, и там выбрасывали все, и это дешевые ломы этих самых... И там и некондицию бросали на развес. Да, вот, были, по-моему, продавали это и макроны, это типа сигареты Прима, они были это и рваные, метр, полметра, 10 сантиметров, вот, увязан у этих самых неразрезанных сигарет, продавали просто даже не трубочный табак, а сигарный лом какой-то, или... Но лучше всего это был, да, вечный, вот, народный рынок, и бабки продавали табак, то есть у нее был мешок, и были там полный мешок аурков, приходил человек, она совком там черпала вот этих аурков, и в кулечах ему газетный засыпало. То есть там табак в перемешку с бумагой, с сакурами, с сакурами, с помадой, там, с чего, и люди потрошили, многие стали урить трубочки маленькие, вот, потому что потрошили это. Смешно, вот, не поверят, вот, конечно, кому сейчас меньше 30, вот, они просто не могут себе это представить, а это было вчера, и тот же вот, искусственный дефицит, огромные очереди, вот, завод, и после принятия сухого закона, и когда ничего не было, люди стали выходить это с юмором. Вот я принес книгу, она называется «Выжить в условиях социализма», то есть она именно вот в ту пору, выпуск ее 92-й год, это была легендарная газета «Выбор», вот здесь есть два автографа, это не генералов и Шмидт, вот, со Шмидтом мы сейчас столкнулись, это известный на эхе Москвы господин Голий, вот здесь он нарисован, его представляли там примерно в наше время, ну, конечно, сейчас сходство есть, но не совсем такое. Ну, расскажите, где выпущена эта книжка была, кто автор? Издательство «Городская», «СП», «Городская» газета, это была газета «Выбор», «Городская», вот там выпустили газету, был, я замечу, что тираж ее был не такой уж маленький, где-то чуть ли не, сейчас я посмотрю. Пять тысяч, наверное, есть экземпляров, нет? Судя по нему, 25 тысяч экземпляров, я скажу, что вот в условиях социализма тысяча полезных рекомендаций, эту книгу смели за неделю, ее потом допечатывали, допечатывали, еще раз допечатывали, и даже она была настолько интересна, что сейчас один из авторов, который Шмидт Голиков, он признался, что у него его личную книгу даже украли и замылили, и просил у меня эту. Но мы договорились, что оставим здесь в редакции. Конечно, которая была шача, но она лучше сегодняшней ровяной, но это вот заусывать мрачным алкоголиком денег на площадках. И вот эту ровяную и ливерную колбасу режите на кусочек, обжариваете с луком, потом отвариваете эту самопальную лапшу туда, и вот все. То есть это вполне конкретно совет, это практично, это не для того, чтобы посмеяться. Рыбный суп с морской капустой. Вот знаете, вот сейчас представить, что, ну понятно, там был магазин АИАН, и в этом магазине АИАН в основном был минтай. Но, кстати, была и хорошая, и очень дешевая рыба, и морская капуста. Ну вот рецепт, оказывается, можно было из минтая, и морской капустой сварить суп. Ну я вот, честно говоря, даже не могу представить вкус. Питаемся, минтаемся, да, как писал Василий Емшанов-старший, к сожалению, ушедший. И вот я бы не сказал, что вот знаете, все-таки вот не было и не было. Вот если бы было с чем сравнивать, вот что, вот эти так живут, а это вот тогда бы, может быть, было какое-то социальное расслояние, когда все вот жили, все доставали что-то. То есть в целом такое психологическое состояние-то было, в общем-то, но это не была депрессия какая-то такая жесткая. Или все-таки были проявления? Да сколько можно это терпеть? Это было с одной стороны, вот мы тогда были молодые, энергичные, с одной стороны был это азарт. Кто-то превращал это в самоцель, кто-то на этом зацикливался с фанатизмом, кто-то зарабатывал на этом. Кто-то зарабатывал, а в основном там был такой, нужен-то на минимум там одежду там всегда. И честно говоря, вот знаете, вот я сейчас сижу в джинсах, я вот понятия не имею, какие это джинсы. Я не знаю марку, не знаю лейбл, там не знаю, там у меня они. А тогда же это взрослые серьезные мужики обсуждали, вот это вранглера родные, там залеп и зиппер, там такой-то фирмы. Вверху, внизу оттон зимний, оттон летний, арманы там уже эти хулиганы или такие, ну вот доходило вот даже до того, что это было. Взрослые, солидные, люди. Но с другой стороны, вот когда ничего не было, это было счастье. Вот сейчас ты, ну зашел, упил эти отстойнейшие турецкие джинсы за безумную цену, ну что, радость там. Вот, или там в секунде хороший бренд выцепил, что лучше, а тогда же ты достал, ты же опил деньги, 200 рублей на джинсы, ты же там в торговле нету, ты там где-то по блату раздобыл. Счастье были полные штаны. Да, 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 и ты уже поэтому знал, и у тебя штаны, и то же самое достал там, тогда этот, была рубашка батни, это с нопочками, вот достал, а где, ну у нас же, я помню, в 85-м году я написал статью «Молодость моя, бледная зря», когда был такой у нас редакционный обзор магазинов, вот там, конечно, на зря была истерия, но вот эти товары, там целая фотосессия, вот печаль. Ну что, времена приносили радость, но все было, мы не вдавались причиной, я хочу поздравить с наступающим днем работни и торговли всех нынешних, бывших и будущих представителей этой славной профессии, надеясь, что времена дефицита не вернутся, хотя предпосыл, и вот честно говоря, меня пугают, что опять же, гон о вооружении и... В общем, это уже было и как бы... Ну, если переживем и это, если будет, но недолго, недолго переживем, но тем не менее, вот, радуйте нас на прилавках там, чем-то без дефицита, вот, чтобы было всего много интересного. А остальным, я думаю, что тоже было, наверное, приятно вспомнить времена, они ходили в славные советские гастрономы, за разливной сметаной, там, молоком в треугольных их-то бумажных, эти, и доставали прочий дефицит или не дефицит. Спасибо, Евгений Питунин, историк, краевед, руководитель Музея наук ВетГУ. Через две недели, до встречи, до свидания.